В центре столицы чуть не погибли Амина Акуева и Адам Османов, выходцы из Чечни и бойцы одного из украинских добровольческих батальонов. Киллер из России, по крайней мере так говорят в правоохранительных органах, но, как оказалось, у него был и украинский паспорт, да и доступ он смог получить так же легко, как и свои документы, к украинским политикам. Пусть не из первого эшелона, но все-таки более-менее заметных. В этой истории уже замешаны и бывшие сотрудники Савика Шустера, и Рамзан Кадыров, и Олег Ляшко, и Арсен Аваков. Все детали известны к этой минуте в нашем сюжете. Эта история напоминает триллер со сложным сюжетом и политическим подтекстом. Все произошло вчера вечером на Подоле. Бойцы Добробата Амина Акуева и Адам Осмаев пришли на встречу с человеком, который представился французским журналистом. Интервью писали вот в этой машине. Разговор шел своим чередом. До определенного момента. Он тогда сказал, что это подарок для нас, вот когда эту коробку принял, что это подарок от редакции, что они хотят, и что нам их очень понравится. И он только его открыл, и я увидела, что это блок, и он сразу же схватил и открыл Абон Адаму. Реакция мины была молниеносной. Я сразу же тоже выхватила пистолет, но брус оказался после нескольких попаданий, сразу стал кричать, сдаюсь, сдаюсь. Мы его из машины тогда выхватили, оружие от него оттолкнули. Ну и Адам потом сам вышел и тоже мешал. Киллер успел несколько раз выстрелить в Осмаева. В ответ получил четыре пули. Оба сейчас в реанимации. Их состояние достаточно тяжелое. При этом, по словам главы полиции, киллера уже допросили, кто же он такой и почему охотился за Акуевой и Осмаевым. Наимовернее, на самом деле, это связано с активной позицией этого подружия Адама Осмаева и Амину Акуева, которые с самого начала российской агрессии стали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, воювали на фронте. Но уместно не хотел бы акцентовать увагу, какое его первое прозвище, второе прозвище, третье прозвище. А фамилию Киллера действительно несколько. Амине Адаму он представился журналистом французского издания «Лемонт» Алексом Вернаном. На наш запрос в «Лемонт» сразу же ответили – такого сотрудника у них нет. Да и поисковик не выдает ни одного материала авторства Вернана. Его легенда – вымысел. Тогда почему опытные бойцы попались в такую западню? Амина Акуева говорит, псевдожурналист вызвал недоверие и подлинность его истории пытались проверить. Он сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему порекомендовали меня из журналистов «Шустерлайф». Поскольку единственным, с кем я общалась в «Шустерлайфе», с кем был контакт, это Алексей Стукалу. Раньше он как-то был гостилым редактором. У меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке. И я написала ему смс, попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты. На своей странице в Фейсбук Алексей Стукалу написал, он действительно подтвердил Акуевой информацию, что некий Алекс Вернер брал ее контакты в студии «Шустерлайф». Однако делал это не напрямую, а через сотрудника. Кроме того, на месте преступления следователи ждала редкая удача. Киллер пошел на дело с паспортом украинским. На имя Александра Винусовича Дакара, 1958 года рождения. На месте злочину также выявлен паспорт громадянина у Украины из фотографии этого нападника. Сейчас проверяются все видимости, что до него. В паспорте было несколько отметок про перетенение кордона с Белоруссией, с Российской Федерацией. Причем пакет украинских документов Киллер получил всего в течение нескольких дней. В феврале 2016-го. В полиции сразу заподозрили российский след. В СБУ это пока не подтверждают. Но словоохотливый советник министра внутренних дел Антон Герасченко сразу выдал полноценный детектив. С подробностями, версиями и мотивами. И с обязательной историей о подготовленном российскими спецслужбами агенте. Но уже сегодня стало известно. Киллер, известный питерский бандит Артур Денис Султанов по прозвищу Динго. В 90-е занимался рекетом и похищением людей. В 2008-м во время выполнения убийства был задержан в Вене. Однако тогда его отправили в Россию, где благополучно отпустили. В российских интернет-изданиях Денис Султанова называют личным киллером Кадырова. Так называемый чеченский мотив один из тех, которые рассматривает следствие. Раненый Адам Осмаев родом из Чечни, сын состоятельных родителей. В России он проходил по делу возможного теракта. Позже его обвинили в подготовке покушения на Владимира Путина. Но Осмаев бежал за границу. Конечная цель была поехать в Москву и попытаться совершить покушение на кремире Путина. В 2012-м Адам Осмаев возник в Украине. Его задержали в Одессе и выдвинули обвинения в терроризме. Тогда же были готовы экстрадировать в Россию. Но вмешался Европейский суд по правам человека. Осмаева оставили в Украине, а в 2014-м освободили. И он вместе с женой Аминой Акуевой, одесситка чеченского происхождения, отправились добровольцами на фронт. Почему их захотели убить именно сейчас? Какой настоящий мотив? И главное, узнает ли об этом общественность? Мы можем размотать свой клубочек и пить далеко-далеко. Если Князев захочет вам рассказать что-то, он что-то расскажет. Но всего вам никто ничего не расскажет. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Владимир Дедов. Подробности недели, телеканал Интер. Кстати, любопытно, что это покушение совпало с дискуссией, которая ведется уже не первую неделю, о введении визового режима с Россией. И ставит всю эту дискуссию под вопрос. Главный аргумент сторонников введения виз России, что это, мол, остановит провокаторов и диверсантов, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Но вот уже второй киллер, которого связывают с российскими спецслужбами, пользовался украинскими документами. И не просто пользовался, а неоднократно пересекал границу, в том числе и с Россией. Напомню, первым таким киллером был убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Павел Паршов, который был настолько хорошо интегрирован в украинское общество, что даже в Нацгвардии успел послужить.